Девушки отдыхают Выгляжу ужасно. Ты уже не хочешь вернуть их? Ладно, давайте не будем есть. Ладно, я тоже хочу кое-что сказать. Мне пришла в голову идея. Это туристический город. На улицах выступает много безработных. Некоторые из них рисуют, кто-то поёт и танцует. Так можно заработать деньги. Думаю, мы тоже можем это сделать. Я умею играть на гитаре и петь. Я умею рисовать. А мы можем притворяться зрителями? Я не только зритель, ещё могу быть назначенным водителем. Неплохая идея. Кивин, ты наш организатор. Ты везёшь нас в Шангрила. Значит, будем работать вместе и отправимся в Шангрила. Мы вместе сможем быть кем угодно. За любовь к путешествию. Давайте! Ты не мог сегодня уснуть? Я сказала тебе выключить телефон. Ты не слушаешь. Кто тебе звонил глубокой ночью? Старый друг. Он услышал, что дела Джиханна идут хорошо. Захотел войти в его бизнес. Я отказал ему. Но зачем тебе понадобилось запирать дверь? Кажется, я провела с тобой полжизни, но всё ещё совсем тебя не знаю. Алло? Что? Вы собираетесь зарабатывать деньги на улице? Да. Госпожа, мистер Чу принял решение. Пути назад нет. Я поняла. Ты слышал? Кто он после этого? Не переживай. Оставь это. Просто отпусти его. Какой смысл в нытье? Он сделал всё по-своему. В конце концов, он пойдёт своим путём. Почему ты так пессимистичен в последнее время? Я не знаю. Может быть, это потому, что старею. Капитан, теперь у них проблема с деньгами. Это может занять время, поэтому мы не скоро доберёмся до Шангрила. Нет денег? Проблема с финансами. Возможно, это нам поможет. Они, случайно, не собираются там торговать? Присмотри за ними. Понимаю. Наши враги очень хитры. Тогда ты должен перехитрить их. Хорошо, я позабочусь об этом. Сяо Тянь! Сяо Тянь! Мы уходим. Я ухожу, поговорим позже. Пока. Сяо Тянь! Она настоящая артистка. Мне никогда не приходило в голову, что мы станем уличными артистами. Что? Разве это не замечательно? Будет, чтобы вспомнить о нашем путешествии. Ты и половина не догадывался. Приключения, которые ты считаешь интересными, происходят каждый день. Не думаю, что это замечательно. Тогда просто живи настоящим. Настоящим? Сяо Тянь не похож на модель. Он неестественный и непрофессиональный. О чем ты говоришь? Почему бы тебе самому не попробовать? Предоставлю это ему. Повернись немного. Неплохо. Неплохо. Смотри-ка. Выглядит отлично. Можете нарисовать меня. И меня. И меня. Не спешите. Ждите своей очереди. Помолчите. Не мешайте художнику. Встаньте в очередь. 50 юаней за рисунок. Дешевле нет. Я хочу. Я хочу. Я тоже. Хорошо, спокойнее. Теперь тебе очередь. По одному. Два стакана воды. Ты второй. Сдача. Ты будешь третья. Сася. У тебя нет зрителей? Взбодрись. Я буду твоей аудиторией. Я должна сменить тактику. Что это? Я закончил. Кто там первый? Давай, садись. Можете заплатить через Вичат. Вот оплата. Да. Хорошо. Теперь пришло время показать свои навыки. Можете заплатить. Субтитры подогнал «Симон» Простите, сэр, могу ли я сварить чашечку кофе, пожалуйста? Да, конечно. Спасибо, без проблем. Сяся, это для тебя. Ты это заслужила. А это для Лили. Большое спасибо. Фасоль с панамы обладает уникальным фруктовым вкусом. Замечательно. Наслаждайся вкусом. Нравится? Эй, приятель! Похоже, вы приехали в нем. В чем дело? Пойду проверю. Что происходит? В чем дело? Здесь довольно много людей. Вы новенькие? Что в этом плохого? Вы новички и не знаете. Мы научим вас. Есть какие-то правила? Если вы хотите зарабатывать здесь деньги, сначала должны заплатить мне. О чем ты говоришь? Мы тут просто рисуем и поем, и мы должны за это платить? Разве это не очевидно? Вымогаете деньги за охрану на улице? Ты что, оглох? Разве мой старший брат неясно выразился? Хорошо, все в порядке. Вы платите или нет? Один, два, три... Хорошо, что мы вызвали полицию. В противном случае мы не отделались бы так легко. Но из-за этих мерзавцев не смогли заработать побольше. Мы так много работали. А оказалось впустую. Я думал, мы наконец-то сможем нормально поесть. Теперь я могу предложить всем лишь лапшу быстрого приготовления. Мы должны найти кипяток. Нужно сначала поесть. Ну и что, что недорого? Мы не настолько отчаялись. Нам есть где жить, прежде чем мы доберемся до Юннани. Тебя так нежно воспитывали, ты не представляешь, сколько чего стоит. Хватит. Тогда где мы будем ночевать? Мое предложение, давайте сэкономим столько, сколько сможем. Сегодня вечером девушки должны быть довольными и поспать в машине. Мы будем по очереди ехать за рулем. Завтра доберемся в Куньминь, а потом подумаем. Согласна. У меня тоже нет возражений, а у тебя? Без проблем. Тогда сделаем так, как сказал Тянь. 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ты можешь мне занять? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мне бы кто дал кредит? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Босс, я заказал два номера. Учитывая, что у нас скромный бюджет, давай попробуем поладить. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА и мы сразу улучшим наши условия. Всё в порядке, босс Чо. Вместе мы справимся. Не думай много, не волнуйся. Да, мы же команда, ты не один. Сяся, я слышал, у тебя есть друзья в Юнь-Нани. Ты можешь использовать свои контакты, чтобы найти нам работу, заработать немного денег? Конечно, я попробую знать что-нибудь. Кому мне позвонить? Э? Менеджер Чэм? Это Шин Ся. Я сейчас в Кунь-Мине. Слышала, ты тоже здесь. Какое шоу сейчас снимаете? Вам ещё нужны актёры? Мы готовы на любые персонажи. Неужели? У нас есть и мальчики, и девочки. Они довольно красивые. Хорошо, мы подъедем туда завтра. Просто пришлите мне адрес. В порядке. Спасибо, увидимся завтра. Я привезу их туда. Пока. Задание выполнено. Я возьму вас на съёмки. Держитесь подальше. Привет, привет. Почему так поздно? Я привела своих друзей. Я отведу вас к директору. Хорошо? Прошу за мной. Пошли. Простите. Директор, мы нашли дублёров. Пожалуйста, простите меня. Этот веер немного охладит вас. Идите сюда. Извините нас, пожалуйста. Это наши дублёры. Посмотрите. Приятно познакомиться, директор. Приятно познакомиться. Замечательно. Они лучше, чем предыдущие. То, что нам нужно. Дублёр для героини и один каскадёр-мужчина. Вот это красавица. Достаточно одной? Только не её, директор. На днях с ней произошёл несчастный случай. У неё была травма головы. Кивин, я в порядке. Как ты мог пригласить сюда с травмой головы? Снова начинаешь делать ошибки? Директор, как насчёт меня? Это лучшее. Меня зовут Шин Ся. Я интернет-блогер. Я хорошо сыграю. Да, она может это сделать. Она хороша на сцене? Хороша. У неё нет травмы? Да вроде нет. Тогда у нас нет выбора. Хорошо. Кто ещё? Крепкий парень для героя. Крепкий? Да. Директор, я могу попробовать. Сильный? Дублёр. Нам не нужны кривые ноги. А у него вон, слишком слабые икры. Паренёк, иди сюда. Мягкотелый. Он не выживет. Хватит. Директор, остановите его. Он мне нравится. Настоящий мужчина. Он подойдёт. Крепкий и сильный. Переоденьте их. Его к работе. Дублёры, идёмте. Помогите дублёрам переодеться. Сцена 22, съёмка 2, дубль 3. Сяся. Не волнуйся. Сэр, вот ваша книга. Я пойду. Не так быстро. Что такое? Стоп! Что здесь происходит? Ты просто позволь ему прикоснуться к тебе. Пусть он это сделает. Слышишь меня? Ты дублёр. Это твоя работа. Ты можешь это сделать? Могу ли? Тогда повторим это снова. Директор, мы снова переснимем? Да. Понятно. Приготовились. Готовы? Сцена 22, съёмка 2, дубль 4. Привет, девочка. Не так быстро. Эй! Отпусти её. Ты крутой парень? Он правда впечатляет. Ты не каскадёр? Ты когда-нибудь участвовал в боях? А ты? Скажи мне, почему ты прыгнул сам? Они даже не начали бить тебя. Почему ты сам прыгнул? Зачем? Зачем? Удобно, дорогая. Ещё раз, хорошо? Ты можешь это сделать? Можешь. Слушай меня. Не подведи меня. Хорошо? Хороший мальчик. Приготовились. Ну же. Сцена 22, дубль 4. Поверните камеру. Три, два, один. Мотор. Стоп. Отличная игра. Впечатляюще. Всё хорошо, вставай. Я помогу тебе. Всё нормально. Ты в порядке? В норме? Где группа? Все сюда. Ещё дубль. Повторим. Мне нужно, чтобы ты сильно ударился. Ещё не всё? Спрячь лицо. Ладно. Не подведи. В порядке. Ты хороший мальчик. Сцена 22, дубль 1. Снимаем. Три, два, один. Мотор. Сюда. Сменить реквизит. Поторопитесь. Джи-хан. Зачем ты позвонил мне? Папа, я просто хотел сказать тебе, что мы уже в Юнь-Нане. Я слышал об этом от мамы. Что-то случилось? Ты не думал, что так трудно начинать свой бизнес? Папа. Я работаю. Чего ты хочешь? Дай угадаю. Тебе не хватает денег. Нет, папа. Я просто звоню, чтобы сказать, раз меня нет рядом, вы с мамой, позаботьтесь о себе. Тебе нужно поменьше курить. Если нужны деньги, просто скажи. Папа, мне нужно идти. Мы только на полпути. Поговорим позже. Ладно, пока. Алло. Алло. Что это было? Что с ним не так? Скорее, переместите это. Продолжаем. Кофе? Тянь, вот вода. Спасибо. У тебя был тяжелый день. Апэй, почему ты стоишь там? Сделай массаж Тяню. Его несколько раз роняли. Я отлично справилась. Идеально. Режиссер просто любит поорать. Игнорируй его. Все нормально. Раньше я была статистом. Режиссеры все много ругаются. Это обычное дело. Поешь немного. Сяутянь, с твоей спиной все нормально? Я в порядке. Я обещаю тебе, эти каскадеры не смогут убить меня. Точно. Простите меня. Мне это нужно. Что вы делаете? Забираю. Тогда дайте что-нибудь, чтобы она могла посидеть. Да мне плевать. В чем дело? Как он может так говорить? Ничего, все нормально. Простите, ребята. Давайте поедим что-нибудь. Я заставил вас пройти через это. Да не извиняйся. Как насчет этого? Я угощу вас сегодня вкусным ужином. Я хочу идти. Я тоже. У меня был трудный день. Лягу пораньше. Я тоже не пойду. У меня есть лапша. А я пойду. Хорошо. Я угощу тебя. Эй, эй, пригласите сюда дублеров. Твоя очередь. Иди. Будь осторожней. Идите сюда. Идите. Стоп, остановите это. Пиво и барбекю. Это очень вкусно. Прошло много времени с тех пор, как я ела барбекю с пивом. Я очень счастлива. Угощайтесь. Спасибо. Сяся, если вдруг ты попросишь меня французскую кухню в Юнь-Нане, мои руки связаны. Но ты можешь съесть столько мяса на гриле, сколько захочешь. Я слышал, что жареный хлеб тоже хорош. Вкусно. Чушь. Не перестарайся. Я взволнована, потому что никогда не встречала такого щедрого босса, как ты. Не пойми неправильно. Ясно. Конечно. После того, как мы вернемся в Шанхай, ты все еще должен загладить свою вину передо мной. Это правда. Договорились? Договорились. Давай. Давай. Обещаю тебе. Кстати, спасибо за твои старания на нашем пути. Дорогие друзья, это ваша Сяся. Угадайте, где я? Кто это со мной? Здравствуйте, наши друзья онлайн. С вами наконец-то любимый Чу Джихан. Мы сейчас в Юнь-Нане. Я с Шанхся ем барбекю. Это правда здорово. Очень вкусно. Она, должно быть, встречается. О чем ты говоришь? Я думаю, что я засняла героиню нашего фильма. Когда ты встретишь ее, просто притворись, что не знаешь. Доброе утро. Здравствуйте. Вы с ума сошли? Кто сумасшедший? Ты же знаешь, за что? Кто дал себе право снимать меня? Это нарушение моей личной жизни. Это не специально. Не специально? Ты сделала это нарочно. Я собираюсь... Хватит. Мисс Тонг, вы перешли черту. Мы случайно засняли вас прошлой ночью. Мы не хотели это распространять. Значит, вы все в этом замешаны? Откуда вы взялись? Кто послал вас сюда? Чего вы хотите? Успокойтесь. Я позабочусь об этом. Я все исправлю, обещаю. Я исправлю. Директор, она ударила ее. Шэн Ся, прости за это. Директор сказал, что нам нужно найти других дублеров, но мы вам заплатим. Пойдем. Идем. Ты сидишь здесь уже несколько лет. Часов. Хочешь чашечку кофе? Сделать массаж? Это поможет тебе расслабиться. Ну что? Извините. Я облажалась. Мы потеряли шанс заработать деньги. Не вини себя. Это не твоя вина. Да, ты не виновата. Ты замечательная ведущая. Не расстраивайся. Я связался с баром. Им нужна певица. Мы можем продолжить завтра. Я тоже умею петь. Чтобы оплатить свое образование, я пела в клубах. Но ты же только оправилась. Мне страшно. Не беспокойся обо мне. Босс, не переживай. Мы справимся. Ладно. Я решил, мы должны закончить эту поездку. Завтра мы вернемся в Шанхай. Прошло всего несколько дней, но у тебя стало больше седых волос. Я старею. Волосы сидеют гораздо быстрее, чем я рисую. Так что я думаю, может, нам стоит помочь Джихану. Пусть делает все, что он захочет. Делает то, что ему нравится. Пока он еще молод, ему будет легче жить. Если принуждать его, это для него подобно ловушке. Какой в этом смысл? Зачем нам так много денег? Что такое, Кевин? Мы уже нашли способ. Я смогу петь в баре. Никогда не думай больше об этом. Кроме того, мы очень скоро доберемся до Шангрела. Как мы можем вернуться сейчас? Да, Босс, я сказал. Хватит, я привел вас сюда. Позволил себе эту поездку. Тяне вчера весь день избивали. Что касается Сяся, ее преследовали. И унижали. Эй, Лили, твоя травма едва зажила. Как я могу позволить тебе работать в баре? Я не могу позволить вам жертвовать собой ради моей карьеры. Я все сказал. Босс Чу, Кевин. Джихан по своей природе всегда был ребенком. Помнишь, как ты когда-то отправлялся в поездку за вдохновением для своих картин? Он определенно собирался с тобой. Он был таким маленьким. И все же мог паковать свою маленькую дорожную сумку. Его одежда, туалетные принадлежности и прочее. Он никогда ничего не оставлял. Мне не о чем было беспокоиться. Помнишь, когда он учился в третьем классе, он написал эссе, уже не помню, как называлось, незабываемое весеннее путешествие, и его зачитали на родительском собрании. Его учитель поставил за это 95, высокий балл. Помню, что это было. И я помню, что там было. Он начал с предложения «Утром на востоке серый рассвет». Учитель заинтересовался и спросил его, откуда ты знаешь, что он серый. И он сказал, что видел твою картину. Поэтому он понял это. На самом деле, он все схватывал на лету. Да. Нам не нужно беспокоиться о таком парне, как он. С точки зрения бизнеса, мы не можем положить все яйца в корзину. Если ты когда-нибудь перестанешь рисовать, Джихан все еще будет нуждаться в собственном месте, верно? Дорогая. Каждый день, я думаю... Возможно, пришло время остановиться. Хун Фэй. Рано или поздно этот день наступит. Мы вложили деньги в нашего сына. Мы просто готовились к худшему. Просто возьми другую корзину для яиц. Хорошо. Но сначала я отправлю кого-нибудь, чтобы проверить возможности его компании, чтобы увидеть, есть ли у его компании рынок для бизнеса. Ты всегда можешь это сделать. Можешь расслабиться. Вперед! Поехали! Толкаем. Раз, два, три. Он сдвинулся. В чем дело? Отвали. Держи спасательный жилет. Сейчас. Держись крепче. Видишь? Мы были великолепны. Папа, мама, завтра мы возвращаемся в Шанхай. Как вы и сказали, начинать бизнес трудно. Я не могу позволить своим друзьям жертвовать ради моей карьеры. Это слишком эгоистично. Без вашей поддержки у меня нет возможностей. Когда я вернусь в Шанхай, я хочу, чтобы вы выслушали меня. Джихан, не расстраивайся. Однажды мы доберемся до Шангрела. И мечта сбудется. Вперед! Так много репортеров. Целая толпа. Давайте выйдем и проверим. Что это за шум снаружи? Перестань обмахиваться. Тонгшуй! Тонгшуй! Похоже на репортеров. Что же мне делать? Нам нужно выбраться. Они собираются выйти внутрь. Найди кого-нибудь. Послушайте. Может быть, мы сможем найти способ помочь ей. Что с тобой? Ты не забыла, как она с тобой обращалась? И ты ей поможешь? Это все из-за моей прямой трансляции. И я чувствую, что это моя вина. Хочу помочь ей решить проблему. Я согласен. У меня есть идея. Какая идея? Что вы здесь делаете? Хотим помочь. Вы? Да. Доверьтесь нам. Не могли бы вы снять очки и шляпу? Покажите лицо. Поздоровайтесь со зрителями. Вы кто? Значит, нас обманули. Кто нас дезинформировал? Простите, что подвели вас. Вы вчера дублера видели. Это ваша ошибка. Давайте расходимся. Прощайте. Это расписание на завтра. Спасибо. Режиссер Чэнь. Не могли бы вы помочь мне, пожалуйста? Найдите тех людей. Хорошо. Спасибо. К чему такая спешка? Вот ваши деньги. Спасибо. Не за что. Ах да, мисс Тонг хочет вас увидеть. Увидеть нас? Мисс Тонг, они здесь. Я оставлю вас. Прошу прощения за то, что там произошло. Ничего. Я слышала, что вы спланировали эту поездку на трейлере. Я посмотрела вас в интернете. Мне очень интересна ваша программа. Это здорово. Вы можете поговорить с боссом Чу. Это я, босс мисс Тонг. Меня зовут Джихан. Я отвечаю за эту поездку. Каково ваше мнение? Я занята. Так что перейду сразу к делу. Я знаю, что ваша программа отчаянно нуждается в деньгах. Дело в том, что я хочу помочь вам с деньгами. Отплатить за помощь мне, выйти из сегодняшней ситуации. Более того, я не хочу, чтобы ваша программа прекратилась. Могу я вложить в нее свои инвестиции? Что скажете? Вы это серьезно? Это замечательно. Мы вышлем вам копию договора. Спасибо, мы очень ценим это. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил 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 субтитры создавал DimaTorzok Я понял. Я все сделаю. Сяу-Тянь! Сяу-Тянь! Ладно, они зовут меня. Мне нужно идти. Цинь-Тяу-Тянь! Уже иду. Вот так. Привет всем. Мы сейчас на озере Диан. Делаем нашу последнюю сегодня прямую трансляцию. Мы через многое прошли в этом городе. Давайте поговорим о том, что впечатлило нас больше всего. Бос ты первый. В Юнане прекрасные цветы. Барбекю тоже было отличным. Потому что мы все гурманы. Мне не понравился режиссер по имени Чен. Он был отвратителен. Это не только для статистов, желающих заработать деньги. Зарабатывать деньги в любом случае трудно. Я думаю, что актриса Тонг-Шуи довольно симпатичная. Это правда. Синь-Юэ, твоя очередь. После того, как мы столько всего перенесли на своем пути, я поняла. Пока мы готовы стараться, все изменится к лучшему. Лили, отлично сказала. Давайте будем оптимистичными. И на этот раз мы всей командой просим вас следить за тем, как мы путешествуем. Неправильно делаешь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok